Починить компьютер, установить программное обеспечение, помочь с техникой. Уже больше полугода Олег Пономарёв волонтёрит в интеграционном центре для русскоязычных клуб «Диалог» в Берлине. А по вечерам учит немецкий, чтобы самому быстрее адаптироваться в Германии. Но, возможно, Берлин так и не станет его новым домом. На днях молодому человеку пришло письмо о том, что он должен покинуть страну. Олег получил отказ в политическом убежище, которое он, как уклонист из России, запросил в октябре 1922 года, приехав в Германию через Финляндию. Эта новость стала для него ударом. Отчаяние, усталость, чувство безысходности временное, даже, может, какая-то обида. Были предположения, что будет отказ тоже, но надеялся на позитивное решение. На 24 листах обоснование. Мало политической активности в России, отсутствие явных угроз, низкая вероятность отправки на фронт. По мнению немецких властей, в России Олегу ничего не угрожает, но сам он так не считает. Молодой человек открыто критиковал войну в соцсетях и выходил на митинги в Германии. Скорее всего, просто обо мне информация есть, и при пересечении границы просто ко мне подойдут и довольно быстро возбудят уголовное дело. Дискредитация, фейки. Все идет только ухудшается, ухудшается внутри страны, и, соответственно, не за горами тотальная мобилизация. Плюс у меня категория годности подходящая для мобилизации, плюс у меня водительское удостоверение, позволяющее мне управлять военным автотранспортом категории С. И случай Олега не единичный. С начала полномасштабной войны почти 4,5 тысячи мужчин призывного возраста из России запросили убежище в Германии. Более чем в половине этих случаев миграционная служба уже вынесла решение. В большинстве из них оно формальное. Это значит, что заявителя перенаправили в другую страну, которая несет ответственность за его защиту. В тех же случаях, когда Германия взяла на себя ответственность, убежище было предоставлено лишь 159 раз. 412 человек получили отказ. И процент позитивных решений по подсчетам политиков из левой партии в последние три года только снижается. Еще один молодой человек, которому в убежище в Германии отказали, поделился с ДВ своей историей на условиях анонимности. Мы будем называть его Дмитрий. В отличие от Олега, который уехал из России еще до получения повестки, Дмитрий успел даже пообщаться с сотрудниками военкомата. В России молодой человек занимался подпольным активизмом еще с 2010 года и особенно после начала войны, которую Дмитрий описывает как личную трагедию. Расклеение стикеров в метро, информирующие о том, что эта война преступная, о том, что ее развязал Владимир Путин, о том, что надо бороться с ним силовыми методами. Также рисовал граффити. Однако для немецких чиновников это не послужило достаточным доказательством того, что молодому человеку на родине грозит опасность. Правозащитник Руди Фридрих рассказывает, что в последнее время видел несколько заявлений об отказе в убежище с похожей формулировкой. Очень часто в этих решениях встречается термин значительной доли вероятности. Он используется в аргументации судом или ведомством для того, чтобы доказать, что лицо, подавшее прошение об убежище, на самом деле со значительной долей вероятности не будет призвано. Этот аргумент используется даже в том случае, если приходила повестка в военкомат. Да, это соответствует законодательству об убежище, но, по моему мнению, закон интерпретируется таким образом, что он направлен против лиц, ищущих убежище. В письме Дмитрию предложили самому покинуть страну в течение 30 дней. Либо ждать депортации. Напрямую в Россию из-за отсутствия авиасообщения депортировать сейчас его не могут. Но молодой человек решил не рисковать и опротестовал решение. Я не вернусь в Россию. Что там ждет людей? Пытки, тюрьма, война и смерть. Что там людей еще ждет? Они считают, что мне безопасно находиться в России. У них складывается такое мнение. Они сами боятся биться с путинским режимом, а призывают россиян с ними биться. Олег тоже собирается бороться за свое право на убежище в стране и называет решение властей несправедливым. Они хотят, чтобы мы высказывались, чтобы больше у нас было политической активности, но отказывают в убежище. А уже за то, что ты высказал, за протесты, тебе легко могут несколько статей в России повесить и отправить в тюрьму. Очень страшно, что в один день ты проснешься, тебе полиция постучит в дверь и скажет на выход в сторону России. Где мне искать спасение? В ближайших странах зарубежья, где работают экстрадиции, они дружат с Путиным. Доказывать свою правоту обоим молодым людям предстоит в суде. Это может затянуться на несколько лет. Пока же они могут оставаться в Германии в статусе просителей убежища. Но с этим статусом не так-то просто найти работу, учебу или даже снять жилье. Продолжение следует...